Если вы сталкивались с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, там имеется такое понятие, как обобщающие коды. Допустим, 4.0 – это предпринимательство. И все дальше конкретизирующие виды разрешенного использования, они обобщены в этот обобщающий код 4.0. Но в проекте зоны застройки сельского совета 4.0 обобщающий код указан как условно разрешенный, а 4.1-4.13 как разрешенный. Это противоречит законодательству, потому что обобщающий код не может быть условно разрешенным. Либо разрешенный, либо нет. То есть, опять же, мы не смогли убедить составителей этого документа в том, что документ не соответствует требованиям законодательства. Они так и оставили. То есть, опять же, вот придорожные полосы, вот если вот нижнюю полосу вы видите, да, это дорога Уфа-Чешмы. Вот там Уфа, здесь Чешмы. Вся придорожка, которая вдоль дороги размещается, она там в любом случае нам нужно размещать предпринимательство 4.0 кодировку, потому что производство мы не сможем разместить, поскольку есть у дороги санитарно-защитная зона. 25 метров. Тут нельзя ничего строить. И каким-то образом мы должны 4.0 обобщающий код условно разрешенный, а остальные кодировки, в общем, мы должны угадать угол, обязательно магазин должен быть, здесь рынок, здесь мойка и так далее, мы каким-то образом должны угадать. Это вот, ну, как бы тоже абсолютно мешающий работе, в общем-то, фактор. Подойдем к этому, в этом классификаторе, нашему, в общем-то, родному коду 6.0 промышленное производство. Здесь дело обстоит чуть сложнее, потому что как 4.0 обобщающего кода нет. 6.0 это просто промышленное производство, значит, в расшифровке написано, что это производство вещей промышленным способом. А дальше пошли уже, как бы, коды тяжелые, там, легкие и так далее, так далее, так далее, деревообрабатывающие. Здесь, опять же, вот на всем остальном участке мы должны от 6.0 до 6.15 угадать, где кто у нас будет размещен. В общем, тупиковый такой вопрос в развитии в нашем. И, опять же, государственные органы, к которым мы обратились за разъяснениями, они ответили нам, в принципе, как бы, как то, что мы думаем, абсолютно правильно. И трактуем с законом тоже абсолютно правильно. Но ничего мы не можем делать с тем, что местный муниципалитет принимал, так сказать, документацию. Вот, собственно, обозначила вот я ряд проблем, с которыми сталкивается индустриальный парк, промышленный парк типа Гринфилд в своем развитии. И, в принципе, эти вопросы достаточно острые, и они пока до сих пор не решены. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, собственно говоря, мы хотели бы...